Здоровый, богатый, мудрый А где же Пегги? Она что, не придет поесть? Она на кухне ест овощи А почему бы ей не есть овощи здесь? Она говорит, что ей не нравится видеть, как мы едим мясо Она хочет стать вегетарианкой Сейчас мы наблюдаем все больше подобных сцен Кто-нибудь из членов семьи, отец, мать, сын или дочь, решают стать вегетарианцем Ради физического или психического здоровья сотни тысяч людей меняют свою диету Делая это, они изменяют жизнь всей страны С вегетарианством сейчас приходится иметь дело практически в каждой организации Америки Говорит представитель службы питания авиакомпании United Airlines Все чаще мы слышим просьбы об особой пище Мы готовим ежедневно 4-5 блюд разных категорий Вегетарианские блюда С пониженным содержанием холестерина Диабетические блюда Вегетарианские блюда для людей, которые следуют разнообразным религиозным системам Например, индуизму Мы получаем много отзывов от пассажиров И лично мне кажется, что наш стиль приготовления пищи нужно еще более улучшить Меньше мяса, больше овощей В этом смысл Люди просят, и мы должны откликаться на это Мы задаем вопрос директору отдела питания Университета Лос-Анджелеса, Майклу Берри Насколько широко распространено вегетарианство среди студентов? С тех пор, как я работаю в университете Стал достаточно заметен рост потребления здоровой вегетарианской пищи Я считаю, что в основном это влияние извне Влияние общества на студентов университета Люди, с которыми мы имеем дело, особенно заинтересованы в здоровой пище И, конечно, большой интерес они испытывают к вегетарианскому питанию Мы постоянно увеличиваем разнообразие блюд в соответствии с запросами И это нам хорошо удается Несомненно, люди просят этого, и мы даем им то, чего они хотят С точки зрения бизнесменов, один из факторов, который влияет на принятие конечного решения Это популярность продукта И здоровая пища все более и более выгодна Среда, в которой мы действуем, это студенты Многие из них подтверждают, что вегетарианская пища популярна и выгодна Мы также уверены в этом, и очевидно, что студенты хотят питаться именно такой пищей Можно быть уверенным, что любой культурный феномен обязательно доберется до Голливуда И вегетарианство не исключение Сцена из фильма «Субботний ужин» Вы знаете, мы уже закрылись, но ради вас Спасибо большое, что вы позволили вам по ужин здесь одни Я хотел бы заказать овощи А я рекомендовал бы вам курочку Нет, что вы, я вегетарианец Ну тогда извините Сцена из фильма «Четыре сезона» Спасибо, спасибо большое Знаете ли, мир неправильно принимает бобовые Ведь в них полный набор аминокислот Если вы будете есть бобовые с рисом То вам никогда не придется есть мясо Любит он поговорить об этих бобах Продолжай, продолжай, дорогой Необходима правильная комбинация Вы знаете, я думала об этом Сцена из фильма «Вопли» Привет! Привет, я Билл Нелл из Гардвера Гардвера? Он не понял, Билл Ну я знаю, Харвер, Гарвер Никто ничего не может понять Ну ладно, хочешь мясо? Нет, я не ем мясо Спасибо, как-нибудь в другой раз Ты видел эту тушь, Билл? Пошли отсюда скорей Книжные магазины полны вегетарианской кулинарной литературы А также книгами по диете Рестораны здорового питания есть в каждом городе Америки Как, например, ресторан «Го Виндос» в Южной Калифорнии Этот вегетарианский ресторан на улице Сансет-стрит работает уже более 10 лет Говорит его владелец Уинстон Уитлоу Да, конечно, около 7 лет назад единственными вегетарианцами были молодые парни, вышедшие из движения хиппи 60-х Что-то подобное было и в 70-е Но сейчас все по-другому Сюда приезжают бизнесмены, и многие из них — вегетарианцы Несколько лет назад вы бы такого не увидели Раньше это было в виде группы ребят, которые следовали религиозным принципам и потому были вегетарианцами Но сейчас я вижу, что население начинает понимать, в том числе благодаря средствам массовой информации, что в этом есть большой смысл Можно сохранить свое здоровье, если вместо гамбургеров есть зерновые и рис Люди всех возрастов и стилей жизни принимают такую пищу Сегодня вечером мы сделаем 5 разных блюд и попробуем приготовить парадхи Такой трехслойный хлеб Все эти женщины проходят курс приготовления вегетарианской пищи на Беверли Возникает вопрос, почему? Раньше мне казалось, что есть только один путь приготовления овощей, но оказалось, что существует много удивительных рецептов Одна из причин, по которой я начала заниматься приготовлением вегетарианской пищи, это моя дочь Она готовит очень много вкусных блюд Сначала мы очень беспокоились, когда она стала вегетарианкой Мы думали, что ей не будет хватать протеина Но ирония в том, что когда она была студенткой, она была невообразимо худой А с вегетарианством все ее проблемы со здоровьем исчезли И она прекрасно выглядит Вегетарианская пища, которую они готовят вместе с сестрой, настолько хороша Что мы тоже захотели научиться кое-каким рецептам для себя Такое впечатление, что у каждого есть свои причины для того, чтобы стать вегетарианцем Я просто люблю эту пищу Конечно, она здоровая, но она еще и просто очень вкусна Когда я была подростком, я часто слышала по радио, когда выходила в школу, как один джентльмен говорил Ты есть то, что ты ешь И похоже, что я наконец-то начала понимать смысл этих слов Я просто решила изменить стиль своей жизни Мне не нравится, что животных убивают Ну, я забочусь о своем здоровье Может ли он быть вегетарианцем? Говорит штангист мировой категории Андреас Каллинг Причина, по которой я начал экспериментировать с вегетарианской диетой Заключалась в том, что я хотел найти здоровую альтернативу типичной диете культуриста Мясу, цыплятам, яйцам, рыбе и так далее Считается, что во всем этом много протеина Но сейчас, когда я правильно питаюсь, я гораздо более вынослив и чувствую себя гораздо лучше Питер Бурваш Один из лучших теннисистов-профессионалов Обладатель Кубка Дэвиса Президент компании BBA International Владеющий огромным количеством теннисных кортов по всему миру Вегетарианц уже 12 лет Когда люди бросают курить, они лучше чувствуют вкус пищи И когда вы бросаете есть мясо, вы тоже гораздо лучше чувствуете пищу Поскольку вы не принимаете все эти химические элементы, которые попадают в ваш организм вместе с мясом В течение шести недель мясо добирается до вас Вам кажется, что вы едите красную сочную плоть, но на самом деле оно уже зеленое И фактически мясо это единственный продукт питания, который не имеет наклейки с датой изготовления Но когда вы становитесь вегетарианцем, у вас возникают определенные трудности Но в 1977 году, когда я решил стать вегетарианцем, первое время многие мои соперники смеялись надо мной Они говорили, давай ешь свою морковку Но затем я начал побеждать их Я стал сильнее Было очень смешно, когда я выиграл у всех в Канаде И это придало мне еще больших сил Мое тело стало действовать лучше, и мои противники начали почтительно относиться ко мне Потому что я бегал быстрее, реагировал быстрее и действовал на корте гораздо более удачно Поначалу они много смеялись, но, конечно, им стало не до смеха, когда я их всех победил Говорит Джо Намач Я ел мясо до 1977 года Мы с моим другом Фредди Драйером были игроками в американский футбол Фредди просто картинка здорового человека Он был вегетарианцем 11 лет И все это время он профессионально играл в американский футбол И он доказал, что то, что нам кажется необходимым в пище, может быть совершенно ненужным Говорит Сьюзан Смит Джонс, доктор медицины, автор книги Главные ингредиенты, позитивное мышление, упражнения и диета Она инструктор по здоровью в Университете Калифорнии вот уже 9 лет Это глупости, что протеина не хватает в вегетарианской диете Последние исследования в Европе и Америке не показали нехватки протеина Обнаружилось, что американцы принимают гораздо больше протеина, чем это необходимо телу А лишний протеин очень токсичен И вегетарианская диета дает меньше протеина, чем мясная Человеку не нужно слишком много протеина Если вы едите разнообразные фрукты, свежие овощи, различные салаты, то у вас не будет проблем с протеином Так что, если вы вегетарианец, то вам не о чем беспокоиться Мы говорим с Нейденом Притикином, автором бестселлера «Практика диеты и упражнений» Вопрос Есть ли какие-либо доказательства, что мясоедение приводит к заболеванию раком? Что касается американской диеты, то американцы принимают в 5 раз больше холестерина, чем это можно выдержать Однако, помимо массы сердечных заболеваний, холестерин также вызывает и рак Американский институт по изучению рака говорит, что американская диета является источником всевозможных видов раковых заболеваний Так что не только болезни сердца и рак, но и много других болезней вызывает питание мясом А как насчет законов природы? Должны ли люди, подобно некоторым животным, есть мясо? Или все-таки нашим телам больше подходит вегетарианское питание? Доктор Джон Фризвелл отвечает на эти интересные вопросы Есть три основные вещи, на которые мы обращаем свое особое внимание Зубы, желудок и кишечник У людей длина кишечника по отношению к размерам тела больше в 12 раз А у животных, питающихся мясом, например, у льва, леопарда, только в 3 раза Или, например, зубы У существ, питающихся мясом, челюстью полностью заходит одна за другую Для того, чтобы можно было хватать добычу Поэтому, если у вас кишечник всего лишь в 3 раза больше тела, то пища очень быстро переваривается в нем Животные естественным образом питаются мясом, которое, как известно, имеет свойство быстро портиться Но когда человек питается мясом, то оно просто начинает гнить в его длинном кишечнике, не успевая должным образом перевариться Говорит доктор Джон Шаффенберг, один из ведущих специалистов по питанию Давайте взглянем на диаграмму рака кишечника Здесь указывается, как связана эта болезнь с употреблением мяса в 23 странах, где проводились исследования Выяснилось, что чем больше употребляется мясо, тем больше риск заболевания среди населения Еще один момент Проблема с копченым мясом, вот скажем, с шашлыками Если взять килограмм копченого мяса, то выяснится, что в нем содержится столько же бензопирина, сколько содержится в 600 сигаретах Или рак лимфатических узлов Доктор Рональд Кенни исследовал 60 стран по всему миру Выяснилось, что употребление мяса населением прямо пропорционально росту заболевания раком лимфатических узлов Доктор Хараяма, японский ученый, исследовал около 300 мужчин своей страны и более тысячи женщин Он доказал, что среди женщин, которые ежедневно принимают в пищу мясо В три раза выше риск получить рак груди, по сравнению с теми, кто принимает его не более одного раза в неделю Даже с этой точки зрения становится понятно, что творец создал нас такими животными, которые не должны поедать других животных Однако человек не перестает убивать все больше живых существ Только в одной Америке ежегодно убивается более 40 миллионов коров Это происходит в современных автоматизированных бойнях Для многих вегетарианцев суть принципов не в том, чтобы самим сохранить здоровье Но в том, что необходимо прекратить неоправданное насилие по отношению к другим живым существам Мы показали фильм о том, что действительно происходит внутри этих бойн этим людям Затем мы спросили у них, можете ли вы теперь пойти и купить гамбургер До конца фильм досмотрело 475 человек Из них 60% решили полностью отбросить употребление мяса Вы знаете, я просто не могу, меня всего выворачивает Я, конечно, еще ем сейчас какое-то мясо, но очень редко И я думаю, что мне необходимо еще раз поразмыслить над тем, что я увидел в этом фильме Насколько все это страшно Я была знакома с вегетарианцами Они объясняли мне, почему не нужно есть мясо Но когда я увидела этот фильм, у меня не осталось в этом никаких сомнений Такое жестокое отношение, как это можно есть? Это просто ужасно Ну, мне, наверное, будет сложно сейчас мясо съесть Я всегда думала, что есть мясо надо, что это необходимо для здоровья Но, посмотрев это, я должна очень серьезно задуматься Я просто не могу понять, как они так жестоко относятся к животным Они так ужасно их убивают, я просто не могу в это поверить Животные так реагируют, когда их убивают Я никогда не представлял себе, что это происходит именно так Большинство людей не любят думать, откуда появляется мясо В продаже всегда есть мясо, но я, конечно, не собираюсь убивать животных Это отвратительно Я считаю, многие так думают Я смотрю на эти куски, и это просто противно Рэйчел Уэйлер, знаменитая актриса театра и кино, объясняет, почему она стала вегетарианкой Я решилась на это и считаю, что многие люди должны серьезно подумать об этом Суть в том, что мы не являемся хозяевами этой планеты И мы начинаем это понимать А большинство людей уже серьезно размышляет о том, являемся ли мы высшей формой жизни Часто ли мы задумываемся о том, как искусно пауки плетут свою паутину Сколько детенышей сразу может родить какое-нибудь животное Насколько быстро может бегать лошадь Как удивительно существуют и действуют другие формы жизни В сущности, это даже не животные, а просто другие виды живых существ Как будто другие национальности С одной стороны, конечно, я считаю, что вегетарианская пища более здоровая Но это не основная причина вегетарианства Если бы я была членом общества защиты животных Я, естественно, не смогла бы есть тех, кого защищаю Я очень удивляюсь, когда люди заявляют о том, что они любят животных В таких случаях я всегда мягко спрашиваю Пожалуйста, объясните, любите ли вы кошек и собак или вообще животных Если вы говорите, что любите животных Как вы можете тогда носить изделия из кожи объектов своей любви или есть их плоть? Принцип Ахимсы, то есть непричинения вреда всему живому Основан на древней духовной традиции Востока Это фактор, который заставляет стать вегетарианцами многих Мы говорим с профессором Томасом Смиттом Во многих восточных религиях не носили этот принцип Например, буддизм Он возник в Индии в VI веке до н.э. как реакция на мясоедение Даже на Западе есть история вегетарианства В книге Бытия, например, Господь рекомендует прежде всего вегетарианскую диету На протяжении всей истории религии многие христианские секты Такие как адвентисты VII дня исповедуют вегетарианство Платон и Пифагор были вегетарианцами История помнит многих великих вегетарианцев Леонардо да Винчи, знаменитый французский философ Жан-Жак Руссо Генри Дэвид Тороу Махатма Ганди Это только некоторые из них Бенджамин Франклин стал вегетарианцем в 60 лет В своей автобиографии он писал о том, что мясоедение — это ничем не обоснованное убийство Джордж Бернард Шоу Однажды, когда его спросили, как ему удается так молодо выглядеть, Шоу ответил «Я выгляжу так, как я должен выглядеть Это другие выглядят старше, чем они должны Что можно ожидать от тех, кто поедает трупы?» Когда лауреат Нобелевской премии Айзек Синклер принял вегетарианство из этических соображений, ему было уже 58 лет Он говорил «Несомненно, сейчас я сожалею, что так долго тянул с решением Но лучше поздно, чем никогда» Любопытно заметить, что ортодоксальные представители церкви мало что делают для распространения вегетарианства Говорит Рави Натан Закхейм «Суть законов иудеев не в том, чтобы не убивать коров, а в том, чтобы не относиться к корове оскорбительно, когда вы убиваете ее» Говорит отец Гаррет «Мы должны поддерживать наши тела, такова природа И если для этого нужно убивать, не мучить, а убивать, то это нормально» Однако такие христиане, как Адвентисты Седьмого дня, верят в то, что Библия не дает никаких поблажек тем, кто ест мясо Говорит пастор Би Джей Боундей «Вегетарианство было дано человеку с самого начала» В книге Бытия, самой первой главе Библии, Господь говорит «Вот я дал вам всякую траву, сеющую семя, какая есть на всей земле, и всякое дерево, у которого плод древесной сеющей семя Вам сие будет в пищу» «Я прожил свою жизнь до сих пор как вегетарианец, и очевидно, что я не похож на голодающего» Множество молодых американцев присоединяются к новым религиозным движениям Они также принимают древнюю традицию вегетарианства Говорит Шриман Прагош Дас «В соответствии с законами Бога, которые даны в ведических писаниях Древней Индии, люди не должны без нужды причинять боль никаким живым существам» «Существам, даже животным» Таковы принципы Ахимса, ненасилия и законов кармы Согласно которым, любое действие влечет за собой реакцию Если вы следуете этим принципам сострадания, то в обществе воцаряется атмосфера не войны, а мира Может быть в мире и будет больше спокойствия Но будем ли мы сыты, живя такой жизнью? Мы спросили об этом Фрэнсис Мурлапе, автора популярной книги «Диета для маленькой планеты» и директора Института питания и развития Прежде всего, что самое драматичное, самое удивительное, это то, что сейчас я смотрю на кусок мяса как на кадиллак Я имею в виду, что мы, американцы, клюнули на идею бензиновых машин из-за иллюзии дешевого топлива, иллюзии дешевой энергии Также мы клюнули на идею диеты, основанной на мясе из-за иллюзии дешевого зерна Что я имею в виду? Взгляните на кусок мяса Когда я смотрю на него, то вижу, что стоит за этим куском в экономическом смысле Мы вынуждены производить все большее и большее количество зерна для того, чтобы иметь мясо Фактически половина зерна, которое мы собираем в Соединенных Штатах, уходит на кормление животных Я почитала, что за килограмм мяса мы вынуждены отдавать минимум в 7 раз большее количество зерна Я поняла, что тратится огромное количество зерновых только ради мяса Это абсолютно нерационально и ничем не оправданно Когда я увидела эти цифры, я реально поняла, что проблема дороговизны пищи Не в том, что земля не способна прокормить нас Это не агрокультурная проблема Это проблема политическая и экономическая Агроном Билл Эпп согласен с этим Что касается ценности пищи, то живая корова гораздо ценнее мертвой Всего за год вы можете получить гораздо более полезной пищи Например, молока, масла, сыра Чем того количества мяса, которое вы получите, убив корову За которое необходимо ухаживать в течение нескольких лет Например, посмотрите на Соединенные Штаты Америки В хранилищах нашей страны ежегодно оказывается более 220 миллионов килограммов масла Около 20 миллионов килограммов сыра И 764 миллиона килограммов сухого молока Пользоваться агрокультурными ресурсами для получения мяса Невыгодно ни для одной страны мира О, это вкусно И есть еще одна причина, по которой люди становятся вегетарианцами Это дешевле По данным Министерства сельского хозяйства США В Америке не менее 12 миллионов человек следуют вегетарианской диете Среди них такие знаменитости, как Джон Денвер, Доналан, Фред Драйер, Крис Кэмпбелл, Ури Геллер, Дик Грегори, Джордж Харрисон, Дук Хеннинг, Майкл Джексон, Кэрол Кинг, Энни Ленокс, Стив Мартин, Линда и Пол Маккартни, Джон Макфи, Карл Сантано, Рави Шанкар, Брук Шилдс. Исаак Зингер Твигги Питер Гэбриэл Альфред Форд И Стиви Уандер Режиссер Дэвид Шапиро Продюсер Рон Нибург Автор сценария Майкл Кремо Ведущий Фред Саксон Консультанты Майкл Грант и Остин Гордон На русский язык фильм переведен и озвучен российским отделением ITV Перевод Артхахадас Редактор Алексей Данилищин Звукорежиссер Борис Кристаль Текст перевода читали Лора Луганская и Владимир Харченко 1999 год Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова